Хочу поговорить сегодня с Владимиром о том, где живут наши всеми любимые пчелки. Есть много разновидностей ульев, но есть такое, как существует полистироловый домик. Я, как пчеловод, еще не такой большим стажем, как Владимир, я всего лишь содержу в этих домиках 5 лет. Своих пчел и с фирмой Лысань мы первые завозили эти домики в Белоруссию, но растормошка и все остальные данные, выходила цена астрономическая, и приняли решение открыть производство в Белоруссии. И в Белоруссии вот сейчас открыли, и только, как говорится, в этом году мы заработали на полную силу уже, освоив всю технологию производства за три года. И сейчас я могу уже сказать об этих ульках, что они уже действительно качественные и все хорошо производятся в Белоруссии. Ну, что можно рассказать об этом ульке? Вот Владимир, он уже держит в этих, как говорится, полистироловом. Ну, у меня, скажем, грубо говоря, аналогичные улья полистироловые. Скажем, вообще пчеловодством я уже занимаюсь в пределах 30 лет. Скажем, изначально сразу я, грубо говоря, отказался от деревянных ульев. Не от того, что там хаять каких-то других производителей, еще что-то. Я рассчитывал, грубо говоря, свою пасеку для того, чтобы я немного затратил трудозатрат по обслуживанию каждой семьи. Скажем, плюс вот этих, скажем, вообще ульев литых в том, что, скажем, здесь все корпуса взаимозаменяемые. Здесь не нужно думать, как в деревянных ульях, что это первый корпус, а это второй, и не дай бог вы его поменяете местами. То у вас просто они, как правило, не садятся. Появляются щели, пчелы вылазят. А тем более, когда, я так скажу, если ближе к осени, когда уже взятка нет и происходит напад, то ваши семьи могут просто произвести напад и разорить. Я, скажем, изначально, грубо говоря, почти 30 лет назад, когда начались, грубо говоря, первые кооперативные движения, и у нас, скажем, выпускались улья полистироловые. Я тогда сразу закупил больше 200 таких ульев полистироловых. Скажем, на сегодняшний день у меня до сих пор стоит одна паська тем ульям уже в пределах 30 лет. Скажем, в том, что я видел в них большой, скажем, особенный плюс, что, скажем, это вес. Это то, что это самый теплый, скажем, материал на сегодняшний день по отношению даже к тому же к дереву. Вот, скажем, зимовка проходит в таких улях гораздо лучше и выше, потому что, скажем, это нейтральный материал. Он не впитывает влагу, он не отдаёт, крыльца, и не отдаёт по теплопроводности. Он не промерзает, как, скажем, деревянный уль. Весь смысл в том, что, скажем, этот улья полистироловый, его плюс в том, что, скажем, особенно в зимний период, когда происходит зимовка пчёл, скажем, там образуется такая водяная роса, с которой, скажем, во время зимовки мёд, скажем, пчёлы, которые вскрывают эти восковые ячейки медовые, это, скажем, мёд напитывает себя вот эту водяную росу, и пчёлы могут потреблять тот корм, который, скажем, чтобы они могли зимовать. Вот, и, во-вторых, скажем, то, что, опять же, если где-то применяются эти улья, скажем, в более жарких таких условиях, ну, как, например, если у нас в Казахстане, где, скажем, температура в тени доходит до 40-50 градусов, в этих улях, например, не наблюдается выкучивание пчёл, слитка, как правило, в деревянных улях происходит, когда пчёлы вот так выкучиваются бородой, висят, и не могут, скажем, сохранить тот свой микроклимат, который им нужно для их проживания. В этих улях, скажем, в полистиролах этого не наблюдается, и этого и не будет никогда. За счёт этого, как говорится, вы, пчёлы меньше потребляют, затрачивают, и потребляют корма, и затрачивают энергии на сохранение своей жизнедеятельности этой семьи, как говорится, в этом улье. Вот, во-вторых, скажем, лёгкость, простота этого уля, или вы, скажем, аналогичный уль, если вы возьмёте деревянный, ну, он будет весить самый пустой, но в пределах 40-50 килограмм. Ну, ладно, если вы пока молодой, у вас есть ещё силы, чтобы и спину рвать, ну, ради бога, берите деревянные улья. Я, скажем, хотя был молодой, я сразу отказался от деревянных, и взял, скажем, себе полистироловые улья. Ну, такой формат или другой дизайн улья, это не имеет значения. Самое главное, тот сам материал, из которого изготавливаются эти улья. Вот, поэтому, скажем, я, например, лучшего материала на сегодняшний день, ну, я, скажем, не видел и не знаю. И, в принципе, и не хочу даже знать, потому что ничего лучшего у нас изобрести пока не могут. Скажем, если те люди, которые думают, что деревянный улья, это, скажем, ну, естественный улья. Экологический. Да, они глубоко заблуждаются, потому что, скажем, если взять аналогично, скажем, дупло пчелиное, но пчела живёт только в том дупле, который, скажем, дерево наполовину сырое, наполовину сухое. Когда идёт сокогонение, создаётся свой микроклимат, своя влажность. Тогда семья может, скажем, жить в таких дуплах. Но мы почему-то взяли и загнали их в деревянные улья, где происходит обратный процесс, где дерево забирает всю влагу с пчелы. Вот, потому что, скажем, в зимний период это всё промерзает, в летний период это всё рассыхается, и получаются, как говорится, щели, ну, которые, скажем, не очень хорошо для пчелосемей, особенно, скажем, для зимнего периода. Поэтому, скажем, я точно так же, на сегодняшний день у меня, например, стоит, ну, больше 500 семей в таких полистироловых ульях, вот, скажем, где происходит закормка пчелосемьи в осеннее время. Очень просто, очень быстро вы открыли, залили сироп. Ну, здесь, давайте сейчас поговорим о конструктивных особенностях. Этому домику уже более 20 лет, как выпускает фирма «Лысень». Только что начали делать, мы их попросили, они разрешили нам делать это в Беларуси. Открыли. Значит, из чего состоит? Ну, начну с самого верха, крыша. Крыша состоит с вентиляционными отверстиями. Для чего она? Для того, чтобы была вентиляция. И соприкасается, то есть, с такими заглушками. То есть, это для вентиляции. Если вентиляции не надо, для зимовки мы закрываем это всё. Чтобы как можно больше заглушки, чтобы не было сквозняка. Человек, да, боится, самое главное, боится прямого сквозняка, чтобы не было у них. Вторая часть – это подрамник. Он применяется как для вентиляции, так и для закрытия. То есть, глухая получается подушка. Нам не надо здесь, как деревянных, подушки или что-то ещё применять. Всё очень просто. Всё закрыли, у вас есть. Вы можете также этот... Пришла весна у вас. То есть, поставили наверх магазин, сняли заглушку и поставили сюда банку с сиропом. Или же положили канди. Вы не соприкасаетесь, вы не беспокоите пчелу, вы не лезете туда, как, например, в деревянном. То есть, надо открыть и положить канди наверх, то есть, ну, где гнездо искать, где, то есть, клуб пчелы положить. Всё, вы уже побеспокоили её, ворвались к ей в дом. Здесь вы просто убрали вентиляцию, отщёлкивается вот таким движением. Ну, скажем, вы оттуда можете производить и кормление, и обработку, скажем, пчелой семьи, скажем, там какими-то газами, применениями газами. Да, второе, как применение этого, с этим подрамником может зимовать сразу две семьи. То есть, вы ставите глухую перегородку, литочек у вас открыт, и у вас ещё одна семья. Также можно сделать перевернувшую весной. Сюда, наверное, лучше всё применять, наверное, какие-то отводки. Нет, чтобы не текло, которое сюда всё. Можно и отводки, то есть, всё, как говорится, взаимозаменяемо. Перевернули, и у вас посадили сюда отводок матки. То есть, весной у вас работают две матки. Здесь матка, здесь матка. Как говорится, развились, идёт взяток. Вы отсюда забираете матку, делаете отводок, ложите, как я говорю, газету «Советский спорт». Не перепутать «Советский спорт» только. Они читают. Они новушки, да? Да. Они читают «Советский спорт», объединяются, и у вас уже, как говорится, здесь пять рамок расплода, там пять рамок расплода. Это уже сила. Это уже весенний взяток. У вас есть мёд. Тогда можно применить магазинную надставку. Можно применить магазинную надставку. И, как говорил Владимир, то есть, этот магазин как лего. Что вы хотите, что вы придумаете, как у вас голова работает. Если голова работает хорошо, вы работаете с этим домиком. Это, ну, конструктор лего. Можно делать, как работает. На одну 145-ю рамку. Пожалуйста. Скажем, конечно, если вы возьмёте два аналогичных корпуса, даже магазинные, две надставки, она вас занимает по корпусу до дана. Скажем, если вы хотите обратно же, есть какой-то весенний ранний взяточек, чем, скажем, ставить большой, конечно, корпус. Это охлаждение семья, она, конечно, не потяет. А если вы взяли, подставили магазинную надставку, вы можете также получить ранний весенний какой-то медосбор. Вот. И, скажем, обратно же, если вы, скажем, пошла у вас опять пчела в зимовку, скажем, и чем подставить, скажем, большой корпус, можете опять же взять магазинную надставку с мёдом. Подставить снизу, скажем, и у вас получилось подрамное пространство, и, как говорится, рамки эти остаются магазинные и здесь сохранённые. У вас, как говорится, поставили на пол сушь с корпусом, у вас это как хранилище для рамок ещё то же самое. То есть вы поставили сушь, закрыли и поставили сколько? 10-20 корпусов, у вас ни мышь не залезет, ни моль не заведётся. То есть там поставили, повесили полоску, отмолили что-то ещё, как хранение. Знаешь, Игорь, я тебе скажу так, что наш, наш менталитет, скажем, людей и пчеловодов, очень, скажем, они тяжело переходят на новые какие-то технологии. У нас должно быть такое мышление, если он деревянный, мы лбом долбанулись и мы убились, как говорится, но улья остался целый. Вот, ну тогда я думаю, что вам уже и улья тот уже не нужен будет. Не нужен будет. Поэтому, скажем, это на сегодняшний день, скажем, практически, ну, я думаю, что 70-80% вся Европа работает в полистироле. Здесь не надо бояться, что это полистирол. Многие думают, что там какие-то угарные газы с него выделяются. Ничего подобного. Я говорю, вот на протяжении больше 30 лет я такого нигде не, за своей пасекой я ни разу не наблюдал, чтобы там какие-то воздействия этого полистирола могли подействовать. Есть данные на эти домики, институт пчеловодства делал исследования, и данные вы можете посмотреть, я выложу на сайте эти данные. То есть, я официально запросил, то есть, они два года делали исследования, брали деревянные, полиуретановые и полистироловые. И я не хочу оглашать сейчас данные, какой домик победил, но там все это прочитается. Я не знаю, какие чьи исследования, я говорю, лично я сам уже 30 лет держу в этих ульях. Они исследовали именно, брали деревянные, полиуретановые и полистироловые. То есть, в этом победитель оказался полистироловый. Но также идет здесь комплектация этого домика, что входит, как дно. То есть, корпус, магазин, делаем также корпус Лангстрон, Наруто, кто работает Наруто. Есть дно гигиеническое. Что оно из себя представляет? Дно гигиеническое представляет сетка. Сплошная, как говорится. Для чего это применение этого дна высокого? То есть, оно первоначально, как и задумка у него была, это для сбора пыльцы. Вот такой пыльцесборник просто ставится, как корпус наверх дна. И все. Вот у вас пошла пчела собирать пыльцу. И снизу достаете, то есть, вам не надо, если как есть на прилетной доске, каждый день забирать, чтобы не попала роса, пыльца пропадет. То есть, здесь можно день-два, то есть, это нормально будет сохранение вашей пыльцы. И площадь пыльцесборника, если вы видите, видите, какая площадь пыльцесборника. То есть, пчела проходит намного больше, чем на прилетной. Не так скапливается. Также идет в эту комплектацию... Нет, подожди, Игорь, да, я еще просто обращу внимание пчеловодов на это, как ты его назвал? Гигиеническое. Гигиеническое дно. Ну да, еще как от вратоза. Скажем, вы, когда проводите противоклещевую обработку, здесь, скажем, не самое главное, что вы можете в любой момент, скажем, после обработки, вытащили и увидеть, как говорится, особь клеща. Вашу картину. Да, картину, что у вас творится. Для вот этой пчелосемии. Надо ее дальше обрабатывать или не надо ее обрабатывать. Вот, поэтому, вот это, скажем, это самый важный фактор, скажем, для этой вообще вся задумка, чтобы вы могли в любой момент произвести, как говорится, особь этого клеща. Поэтому, еще другой фактор, что, скажем, здесь за счет вот этого глубокого дна, который здесь есть, скажем, почему глубокое? Потому что, скажем, клещ, по большому счету, имеет свойство подпрыгивать до 8 сантиметров, может подпрыгнуть обратно после того, как он осыпался и подняться на рамки. После того, как, скажем, клещ осыпается за эту сетку, попадает в гигиеническое дно, он уже, как говорится, лишается той возможности, чтобы обратно, скажем, прицепиться к пчелиной лапке и подняться обратно в семью. Он остается у вас в гигиеническом дне, который, скажем, не соприкасается с пчелосемьями. И все, как говорится, он здесь у вас дальше после обработки, говорится, ну, дойдет уже, помрет. И вы просто вытащили, вытряхнули и все. Вот. И так же, скажем, даже обратно же, в зимний период, когда у вас происходит зимовка пчел, вы можете вытащить, как говорится, и посмотреть. Какое количество? Какое количество, скажем, там и клещ осыпается за счет того, что, скажем, он убивается углекислым газом. И, говорится, вообще посмотреть по крупинкам той жизнедеятельности, которая осыпается после рамок, и вы можете увидеть, как говорится, как происходит ваша зимовка пчелы проходит. Поэтому, ну и что еще у нас есть нового здесь? Ну, есть еще нового, это вот решетка. Сейчас ферма Лысень, мы ее завезем через месяц, будет уже на нашем рынке. Нет, это ганемановская сетка. Это, скажем, вы, как пчеловоды, применяете, как правило, уже на медосбор, когда у вас уже будет полный корпус, скажем, гнездовая часть, и чтобы у вас матка не поднималась на медовые рамки, и чтобы вы могли быстро откачивать мед. Вы тогда применяете, скажем, вот эти ганемановские сетки. Скажем, этих плюс ганемановских сеток по отношению к просеченке, которые, скажем, раньше там могли применять, ну такая, она, когда просеченка, то пчела, когда проходит, она становится лысая, грубо говоря, она весь свой хитиновый покров весь оставляет на местах среза. То, что это отлитая, полукруглые, как говорится, ячейки, пчела, она спокойно проходит, не травмируется, и, говорится, тогда она более, дольше жизнедеятельность в этой пчелосемье будет. Вот, и, во-вторых, кажется, вы просто не заморачиваясь, она ровно по вашему размеру улья, поставили. Все, не надо подкладывать ничего. Ну, единственное, сделали и сейчас еще, здесь у меня нету с собой, под рамку окантовка. Для того, для чего? Для того, чтобы пчела могла проходить как снизу, так и сверху под решеткой, не закрывая, когда мы ложим просто решетку на... Чтобы было пространство между рамками и между сетками. Ложим на рамки. Все, у нас было 100 дверей, осталось 10 дверей. То есть, мы на 90% закрыли ход пчелей. И, как говорится, сами себе сделали, ну, если поднимем наверх расплод, это будет роевое состояние, они сразу же оттянут маточник. Это, ну, уже проверено, я даже когда проверял, когда ложил просто вот эту решетку без окоемки и поднимал расплод наверх. Все, у меня, думаю, молодая матка строит и все. Ну, это вот такой как... Ну, еще есть у нас прополисные сетки. Да, и прополисная сетка. Это для сбора прополиса ложится просто на потолочину наверх. Вместо потолочины, скажем, вместо холстиков или полиэтиленов, что пчеловоды применяют, вы просто вместо них ложите этот, скажем, про такую прокладку специально, где имеются отверстия конусные для того, чтобы мог прополис, скажем, во время того, чтобы немного его охладить, когда просто, просто такими движениями потрете, как говорится, пошевелите. И вот за счет того, что там вот такие конусные диаметры, ячейки, прополис свободно освобождается от решетки. И все, вы, говорится, взяли, протрясли. Ну, в холодильник можно положить для... Ну, можно в холодильник, можно в холодную такую воду. И все, и обратно вы положили, опять начинаете получать, говорится, доход с каждой вашей пчелосемьи за счет таких вроде бы, ну, нехитрых вещей, как, скажем, вот такие вот прополисные сетки. Это, опять же, скажем, дополнительный ваш доход, который вы можете получить с этой пчелосемьи. Ну, а на сегодняшний день, я думаю, что прополис, он стоит уже в порядок выше, чем даже мед. Вот, и поэтому, скажем, это очень хороший такой дополнительный заработок, который можно получить с каждой пчелосемьи. Купи его одновременно и в один сезон вы эту, как говорится... Да, то, что эта решетка, она стоит копейки. Вы просто, скажем, получите с каждой пчелосемьи, ну, дополнительно, если, скажем, это в рублях, ну, наверное, там, на 3-5 тысяч больше можно получить за счет этой решетки дополнительный доход, не только в виде меда. Поэтому... Ну, и решетка, я сейчас тоже навешаю технологию, фирма Лысина разработала по решетке. То есть, она будет самая дешевая, как говорится, даже дешевле китайской. Нет, материал, скажем, конечно, очень хороший, такой гибкий, как бы резина, не резина, пластик, не пластик. Ну, для чего делать? Для того, чтобы можно было положить в холодильник и не бояться, что она сломается. Если положить пластмассу, то она от холода просто треснет и все, то это нет. Это прополис отсоединится и все. Да, материал очень хороший. Ну, на этом, как бы, кратко так закончится, закончите. В принципе, если кто-то заинтересовался и хочет дальнейше работать и, как говорится, улучшать... Получать доходы, улучшать все свои пайсы. Просто так, как говорится, ходить и... Работать. Ну, а еще получать какую-то прибыль. То, пожалуйста, обращайтесь к нам. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова